добрый день юрий анатольевич приветствую как ты там далеко от москвы ничего сейчас вот даже постараюсь на краткое время камеру включить очень такая хорошая я на работе мы присланы тобой отчет уже включили в общий состав сегодня закончим общую часть и перешлем тебе чтоб ты посмотрел и либо согласился либо поправил если считаешь ножом вот а именинников нету васильева и левичева я васильева вроде сегодня видел но я с ним вчера разговаривал он обещал и сам войти или ничего в вести подождем подождем и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дмитрий Сергеевич, насколько я понял, в этом году мы уже ничего не будем проводить. Да, уже мы все, что нужно, провели. А вот он появился. Да, а в январе-феврале это уж по заказу, да? Илья, Дмитрий Валентинович, ты знаешь, наверное, с которого числа нам нужно начинать, чтобы план выполнить? Ты подумаешь, хорошо? Я подумаю, но вот Юрию Анатольевичу надо начинать с того числа, когда он будет на работу принят. А это явно где-то будет в венотворении в самом начале. Ну, подскажешь потом, хорошо? Да, да. Чтобы не без Дмитрия и Сергеевичем голову ломали, а ты нас пнешь, мол, надо уже, давайте дергайся. Я буду ломать, хорошо. Хорошо, хорошо, спасибо. Сергей Анатольевич, ты готов? Олевичев подойдет? Да, он здесь на месте. А, очень хорошо, Игорь. Хорошо, тогда, Сергей Анатольевич, начинается семинар по математическому моделированию. Сегодня мы заслушаем два доклада Васильева Сергея Анатольевича и Левичева Игоря, его аспиранта. Пропорции, в которых они разделят выступление, принадлежат им, они сами скажут об этом. Ну, и мы, наверное, приглашаем Сергея Анатольевича к выступлению. А я ухожу из видеоряда. Так, ну я тогда вот беру на себя управление. Так, меня слышно нормально? Да, да, слышно. Сейчас. Значит, к сожалению, из-за ряда технических неполадок я, в общем, буду читать, как это говорится, как это в старые добрые времена. Ну, постараюсь, по крайней мере, читать. Сейчас включаю демонстрацию. Применяю планшет. Так, видно, там экран у меня появился? Да. Он с бледными полосками. Да, бледные полоски, это нормально. Это позволяет отбивать, ну, по крайней мере, направление писанины. Так, сейчас я сделаю пожирнее. Не надо, не надо, не надо. Так, ну, Леонид Антонович, вы, может, объявите доклад? Ну, в смысле, что название, потому что... Хорошо, сейчас я сделаю это. Доклад Васильева Сергея Анатольевича. Сеточные методы решения сингулярно возмущенных задач для дифференциальных уравнений высокого порядка с малым параметром при старшей производной. Спасибо. Дорогие коллеги, я хочу, по крайней мере, изложить основные направления своей деятельности в рамках исследований, которые я провожу достаточно уже длительное время, по исследованию систем, ну, в основном тихоновского типа, с присутствием малого параметра. Ну, стандартная постановка задачи, с которой я сталкиваюсь, и с которой сталкиваюсь не только я, но и многие из вас, заключается в том, что у нас есть, ну, скажем так, некое пространство. Ну, вот, скажем так, это у нас пусть будет вектор x, да, видно тут, принадлежит пространству rn. И некий вектор y, который принадлежит, ну, скажем так, тоже некому пространству размерности декартового пространства, размерности m. В некоторых своих работах я устремляю m к бесконечности, то есть перехожу к бесконечно мерному пространству при условии, что вот пространство x-ов остается без изменений, ну, как бы остается конечным. То есть у нас есть некое ограничение, вот я его ставлю, что n маленькая, не больше некого n большого. При этом m может быть сколь угодно большим в пределе. И в итоге мы можем выписать следующую систему, она, ну, достаточно популярна была и остается. Это, ну, давайте в таком виде я запишу, dx-вектор odt равняется здесь f маленькая от x, y, t. Это первая система, да, при этом, да, функция f, вот я не отметил, да, у нас присутствуют еще функции f, вот, но они отвечают в основном, ну, как бы авторы отмечают, что они должны удовлетворять условию липшица, вот, сейчас тут. Значит, это у нас векторная тоже функция, она принадлежит rn, вот, ну, согласована с x-ом. Вот, в основном накладывают условия липшица на вот эти функции. И вторая, уже при наличии малого параметра ε, малый параметр, конечно, считается, что он у нас малый, но конечный, да, соответственно, он у нас должен быть больше нуля, да, ну, при исследовании этих уравнений. К нулю он приравнивается чуть позже, когда проводится анализ, ну, скажем так, устойчивости, ну, в смысле устойчивости предельного случая. Итак, значит, мы выписываем второе, второе набор уравнений, вот, в таком вот виде, и здесь мы вводим функцию f большое. f большая, также удовлетворяет условию липшица, вот это у нас вектор функция. Вот она тут представлена, и, соответственно, принадлежит это все у нас пространству размерности rn. Вот сюда вот вписываем вот так вот эти значения. Ну, и понятное дело, что при устремлении m к бесконечности у нас, вот, вторая система становится бесконечно мерной, да, то есть бесконечно мерная система дифференциальных уравнений. Для этой системы мы можем поставить задачу каши для начала, таким образом мы считаем, что у нас есть некая точка во времени t нулевое, ну, и для этой точки мы задаем какой-то набор x-ов, да, вот, обычно вот так вот формулируют с x0, да, где x нулевое, это просто вектор, да, числовой вектор. И по y также у нас в нуле будет вектор, какой-то набор числовых значений. Вот. И опять же, если мы устремляем m к бесконечности, то y нулевое становится у нас просто числовой последовательностью. Вот. То есть получается, что в пределе, когда мы получаем, ну, рассматриваем m раханом, на бесконечности у нас y нулевое, да, это просто-напросто вектор, да, элементы которого принадлежат по, ну, по пространству последовательности и пл2. Вот. Ну, она должна быть сходящейся, понятное дело, но в принципе в общем виде она не обязана сходиться. Вот. Потому что мы можем выходить из любой точки пространства. Так. Значит, теперь, ну, обычно стандартно вот говорят такую фразу, что если мы предположим, что epsilon нулевое, мы положим равным нулю, то в этом случае у нас появляется возможность выписать систему, ну, Тихоновского типа, при условии, что у нас будет дифференциальное уравнение вот под номером 1, и в итоге мы получаем вот из 2 получаем просто-напросто алгебраическое уравнение вот такого вот вида. f, да, x, y от t. Ну, здесь мы упираемся в то, что мы можем решить это уравнение, ну, неявная функция, понятное дело, решить это уравнение, разрешить это уравнение относительно y, да, то есть получить некий набор функций, которые будут выглядеть, ну, каким-то вот образом, да, у нас. Мы разрешаем, получаем, как бы, набор функций y, ну, обычно там с крышкой их пишут, куда будет входить у нас x и t. Вот. Ну, короче, вот в таком вот виде, ну, можно так вот написать для удобства. И потом эти функции мы можем подставить в наше уравнение, которое вот здесь вот без малого параметра, и таким образом, ну, понизить его размерность, ну, ну, в смысле, как бы уменьшить количество параметров. И уже рассматривать случай, да, как это вот говорится, вырожденный, да, то есть его называют вырожденный, вырожденный, и решить вот это уравнение уже возникают определенные сложности, потому что у нас появляются, как бы, лишние условия, вот. И вот вопрос с выбором этих условий всегда возникает достаточно сложный, потому что при одних условиях у нас может возникнуть ситуация, что просто-напросто, ну, как такового рождения не будет, да, то есть мы просто угадаем такие начальные условия, которые не будут приводить к пограничным слоям. Вот, ну, весь вопрос, как бы, с одной стороны в везении, с другой стороны в том, что мы можем провести анализ и подобрать такие вот условия, что да, это будет так, вот. Вот, но в большинстве случаев эти задачи, конечно же, решаются именно для того, чтобы исследовать именно погранслойные решения. Вот, ну, это в классике, это этими задачами занимаются уже достаточно долго, и количество работ очень много, то есть реально это вот начал Тихонов и ученики, вот продолжатели, та же самая Аделаида Борисовна Васильева, вот она рассмотрела вот эту систему на случай не только задачи Каши, но и в случае краевой задачи, вот. Но вопросы, связанные с поведением этого решения, решения этой системы при устремлении вот к М-бесконечности, до настоящего времени вот серьезно не рассматривались. И, естественно, что первое, на что мы натыкаемся, связано с тем, что у нас появляется проблема, да, вот в этом месте, а именно вопрос о разрешимости вот неявной функции в пространстве R-бесконечности. Вот, на данном историческом этапе эта проблема до конца не решена, она связана с тем, что разные, скажем, есть подходы к построению функции, неявной функции в бесконечно-мерном пространстве, вот. И, соответственно, теорема о неявной функции для бесконечно-мерного пространства, ну, скажем так, да, она сформулирована, она имеется, но там есть несколько подходов. Ну, первый подход – это, понятное дело, что берется конечномерный случай и смотрится предел прям стремящимся к бесконечности. Да, это вот стандартный подход. И как бы достраиваются вот эти решения, которые, ну, вот такого типа решения, да, когда мы разрешаем в конечномерном пространстве данную функцию, вытаскиваем оттуда наши корни и смотрим, как они себя ведут при стремлении к бесконечности. Вот. И смотрится там пределы, там, и, соответственно, анализируется результат. Второй способ – это как бы в лоб, то есть сразу выписывается функция для бесконечно-мерного случая, и там начинается игра с тем, что мы как бы вот, ну, начинаем вытаскивать эти функции из, ну, скажем, корни, да, из бесконечно-мерной функции, из бесконечно-мерной, из функции, которая живет в бесконечно-мерном пространстве. Вот. Но, опять же, там есть очень много вот спорных моментов с точки зрения методики, да, то есть, ну, конечно, в общем виде это все дело доказано для, там, Банахового пространства, но когда мы переходим к конкретным задачам, допустим, вот, типа вот такое, да, вот прямых, прямых вот алгоритмов построения, вот решений, нахождения корней для неявных функций бесконечного порядка, их просто, ну, нет, я не нашел. Поэтому в своих работах я все-таки иду первым путем, вот, ну, постараюсь все-таки, ну, на каких-то конкретных примерах строить, ну, вот, находить корни для неявных функций, для случаев, для случаев неявных функций бесконечно-мерном пространстве. Вот это вопрос интересный, это отдельная, как бы, тема исследований, вот, ну, вот я пытаюсь тоже в ней ковыряться. Итак, ну, мы с вами, собственно говоря, значит, вот, построили, ну, скажем, ну, снова возвращаемся в конечномерное пространство, потому что речь идет о применении численных методов для конечномерных случаев, и здесь, конечно, мы можем использовать, ну, стандартные методы. Так, значит, и весь вопрос в том, как, вот, решать данного, данного рода системы в случае, если у нас все-таки есть погранслой, мы его нашли, мы его видим, есть разные подходы, и, конечно же, эти подходы, ну, основаны на, скажем так, разных подходов разных школ. Первый, это просто в лоб берем, выписываем, как бы, конечно-конечно-разностный аналог и пытаемся его решать. Но, опять же, вопрос был в том, что Бахвалов в свое время доказал теорему, ну, это было очевидно, что на равномерных сетках задача с малым параметром решается очень плохо, то есть, ну, там отсутствует равномерная сходимость по отношению к малому параметру, и мы использовать равномерные сетки ни в коем случае не можем, ну, потому что там решение начинает очень плохо себя вести при устремлении малого параметра к нулю. Поэтому сразу же начали применять, это где-то в середине 60-х годов, начали применять неравномерные сетки, различные были способы, но основная идея заключается в том, что мы просто-напросто, ну, равномерную сетку, да, там берем и применяем разные способы преобразования к равномерной сетке, и сгущаем ее, да, допустим, там, экспоненциальное преобразование и так далее, и тому подобное. Вот, но с точки зрения экономности, все-таки эти методы оказались не очень продуктивными для вот Тихановских систем. Наиболее продуктивной оказалась вот подход, который предложил Шишкин, ну, и который вот, на который Евгений Петрович Житков, мой учитель, многократно указывал, это кусочно-равномерные сетки, да, то есть мы не пытаемся сгущать на основе каких-то вот функциональных вещей, да, то есть не пытаемся там применить к равномерной сетке какое-то преобразование с помощью какой-то функции, а с наиболее простым способом просто разбиваем, значит, наш, как бы, тот участок, на котором мы шлям численные решения, ну, скажем так, на участке от А до Б, да, это вот у нас, пусть будет УСИКС, ну, и, понятное дело, если мы, опять же, угадали про грандслой каждый раз, это возникает вопрос, значит, на каких-то участках мы идем с мелким шагом, вот, ну, обычно обозначается аж маленькая, вот, да, до, 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 опять же, вот вопрос в том, какой размер должен быть этого участка, вот, ну, в основном это где-то вот в районе эпсилон, ну, там с каким-то, с каким-то коэффициентом, да, то есть, в принципе, как бы оценка идет, размер этой, этого участка сравним с погранслоем, вот, а на остальных участках мы идем с таким достаточно большим шагом, ну, обозначается обычно аж большой, и таким образом, вот, именно такие неравномерные сетки оказались наиболее продуктивными для решения вот такого рода задач. Вот, но весь вопрос в том, что когда мы начинаем стремить наше М к бесконечности, то есть мы начинаем рассматривать все более и более высокие размерности для вот этого уравнения под номером 2, попытки, ну, скажем так, ну, решать эти задачи тоже упираются в проблему сходимости и равномерной сходимости, и оказывается, что вот этот участок мы должны снова дробить, и в итоге получается, что для вот задачи высокого размерности необходимо вот участок вот размером H, да, разбивать еще на более мелкие участки и на них выбирать еще более мелкие шаги. Вот, таким образом получается, что мы для того, чтобы обеспечить равномерную сходимость, как бы получается, накладываем сеточные слои, да, которые могут быть, ну, достаточно, ну, скажем так, многократно применены, да, то есть и получается, что весь вопрос в том, сколько их должно быть и, значит, какие конкретно вот размеры этих слоев, ну, вот, собственно говоря, и представляют для меня на данном историческом этапе интерес. И, в общем-то, были получены неплохие результаты, в частности, вот мы с Галиной Царевой исследовали модели, связанные с теорией массового обслуживания, рассматривали там вот решение вот уравнений такого порядка нелинейные, и опыт показал, что для уравнения размерности М, ну, где-то в районе, там, вот, 20 уравнений, вот, оказывается, что можно обходиться, ну, это все пока только вот экспериментально, да, можно обходиться вот на слое, количеством слоев, да, вот, дробление, дробление вот этого, этой области с маленьким по грамм, с погранслоем, можно ограничиться, ограничиваться количеством областей порядка, ну, вот, 5-6 областей, вот, при этом каждый раз мы дробили шаг вот по отношению к предыдущему напополам, то есть у нас получалось, что внутренний слой, скажем так, i плюс 1, да, он был порядка, ну, в два раза меньше, чем предыдущий внешний слой, то есть, в принципе, можно здесь брать любые коэффициенты, не только напополам, можно, в общем, на любое количество, но мы, вот, посмотрели, в принципе, на, при, ну, при делении пополам, да, в принципе, нормально получается, получается сходимость, и оценки достаточно хорошие, вот, ну, опять же, часто возникает другая проблема, что нужно исследовать внутренний пограничный слой, и, соответственно, рассматривать, опять же, этот участок, скажем так, от А до Б с внутренним погранслоем, вот, ну, скажем вот так вот, и тогда, ну, скажем, здесь вот у нас центр этого погранслоя, ну, тогда мы можем применить эту же самую технологию с дроблением наших участков, как справа, так и слева, и получается, что вот, ну, как бы, вот центр нашего, ну, условно говоря, центр нашего погранслоя является, как бы, осью симметрии зеркальной, и, в общем-то, это тоже достаточно хорошо работает, но, опять же, тут возникает вопрос в том, что у нас сам вот этот всплеск, он может быть неравномерный, вот, ну, в смысле, справа, там, слева могут быть неодинаковые, как бы, неодинаковая крутизна, и здесь, конечно, возникает сложность, мы не можем, ну, в смысле, неэффективно, как бы, вот, играть с параметрами, связанными с, вот, делением наших шагов там на какое-то количество, вот, и в итоге оказалось более эффективно, все-таки рассматривать, ну, строить аналитическое решение, вот, на внутреннем погранслое, находить его в форме некого сплайна, да, то есть, получается, что мы, как бы, приближаем наш Y, вот, в этой точке, ну, в точке, допустим, в точке C, в виде некого решения, с крышкой это обозначу, вот, в виде, в виде неких сплайнов, да, то есть, некой, некой сплайн-функции, S я обозначу, вот, и уже использовать вот эти сплайны для того, чтобы, ну, справа-слева, они, конечно, будут строиться по-разному, использовать их для того, чтобы подгонять наш, наш шаг, вот, ну, сплайн-решение строится на основе, конечно же, аналитически на основе той системы, которую мы имеем, вот, и этот подход оказался достаточно продуктивным, ну, сейчас вот алгоритму, конечно, ну, как бы, все по шагам достаточно сложно рассказать, уж извините, я запишусь, может, на следующий раз, более подробно вам это изложу, но идея заключается в том, что продуктивность, вот, сеток Шишкина, она оказалась не очень высокой на внутренних погранслоях, вот, это вот основной вывод, вот, я, ну, понимаю, что я тут так вот вам рассказываю на пальцах, вот, и, к сожалению, нет графиков, вот, приношу извинения, вот, но я надеюсь, что вот вы, может быть, какие-то полезные или критические замечания мне скажете, может быть, посоветуете какой-то, вот, каких-то авторов, которые занимались подобного рода исследованиями, а именно, вот, подгонкой, подгонкой сетки, сеток с помощью построения сеток с использованием, с использованием сплайн, сплайн, с построением сплайн решений уравнений, вот, ну, такие вот основные идеи, о которых я хотел рассказать, я изложил, если есть вопросы, давайте вот их обсудим, я понимаю, что может быть что-то непонятно, но я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Сергей Анатольевич. Если у кого-то есть вопросы или замечания, то, я думаю, самое время сказать. Можно я попробую? Да, Михаил Дмитриевич, я всегда рад вас слышать и готов, да, послушать. Взаимно. Такая вот мысль вслух, если уравнений типа 2 очень много, ну, вот, больше 20, как вы говорите, если бы даже эти уравнения были линейными, то у нас можно было бы организовать ситуацию, когда имеется огромное количество быстро ассоцилирующих колебаний по Y. И это значит, что у вас, судя по всему, всегда имеется фрактальная структура в вашей задаче. Чем больше вы берете M, тем больше там какая-то мелкая структура проявляется. И сдается мне, что никакой сеткой ее никогда не поймать, если только не делать из нее то же самое, бесконечную последовательность, все более и более умельчающуюся. Михаил Дмитриевич, ну, я вам честно скажу, что, конечно же, фрактальная структура чувствуется. Вот, но, ну, вот, по крайней мере, когда мы решали задачки с теорией массового обслуживания, да, там получались вот такие вот ассоцилирующие функции. Но, если, собственно говоря, не увлекаться высокой размерностью, да, то, в принципе, там в районе 5-7, там, в принципе, получается достаточно хорошая аппроксимация того, что получается при 20. Вот, и я понимаю, да, что, конечно же, там будут ассоцилирующие функции. И, если мы берем нелинейное уравнение, конечно же, это все там выплывает. Вот, и, ну, конечно же, это вопрос исследований и очень интересный, я считаю. Поэтому есть авторы, которые утверждают, что мы должны в реальности для такого рода уравнений, конечно же, пытаться строить сетки с фрактальной структурой. Вот, и это очень, как бы, популярное, как бы, направление сейчас, включая, между прочим, методы машинного обучения, да, то есть реально обучается на каком-то кусочке, Михаил Дмитриевич, да, вот, а потом, собственно говоря, сетка строится дальше, исходя из того, чему, как бы, удалось научить на каком-то участке. Вот, это очень продуктивный метод, и я думаю, что, вот, спасибо вам за такое замечание, я думал об этом, но вот рад, что такая же мысль пришла и, как бы, вам. Вот, так что... Вы знаете? Ну, это не значит, что мы должны сдаваться. Не, ни в коем случае. А еще такая мысль, сразу, просто на уровне аналогии. Вот в гидродинамике есть такая штука, как осреднение Рейнольца. Ну, грубо говоря, идея, что давайте мы выгиднем вот эти вот мелкие осцилляции, они нам не больно-то нужны, и там все-таки мелкие вихри получаются. Тоже они нам не больно-то нужны, а мы хотим знать основные члены. Вот, нельзя ли как-нибудь избавиться от очень большого «М», приведя осреднение вашей системы? Конечно, Михаил Дмитриевич, конечно же, это можно. И этим мы тоже занимаемся. И вот сейчас вот с Игорем тоже побеседуем. В итоге получается, вот этот подход, он получил сейчас название такое популярное, и, ну, как бы я его тоже использую, это метод среднего поля, Михаил Дмитриевич. Я понимаю, что как раз это вот оно и есть. То есть мы, условно говоря, уходим от высокой размерности к конечной, и причем даже не очень высокой, но чуть-чуть у нас происходит небольшая модификация уравнения номер два. — Понял. — Да, это тоже. — Да, да, да. — Высказать еще одно, как это, на правах рекламы. Белов пилит сейчас систему, в которой решает уравнение с контрастной структурой, обыкновенной и дифференциальной. Его как раз очень волновал вот этот вот внутренний погранслой, и он утверждает, что он сделал автомат, который умеет определять положение, этого самого погрансловая. Вот. И, собственно, у него есть готовый программный продукт для этого дела. Реклама закончилась. — Да, я думаю, что, конечно же, надо этот вопрос как бы обсудить в Белом, и, безусловно, это очень интересно. Спасибо, Михаил Дмитриевич, за то, что вы подсказали, с кем можно пообщаться на эту тему. Вот. Ну, по поводу вот разрешения неявных функций, Михаил Дмитриевич, у вас нет никаких вот как бы информационных как бы направлений. То есть... — Не, ну я, конечно, могу вам предложить чисто так это вот заглянуть в Грауэрта и его иных товарищей, но я не уверен, что там действительно что-то сказано про бесконечно мирный случай. — Ну вот, да, просто я вот по этому поводу общаюсь с одним из представителей вот школы в Казахстане, там занимался бесконечными дифференциальными уравнениями, Жаутыков и Персидский, может вам эти фамилии что-то говорят, Серовайский, вот. И он, собственно говоря, тоже вот разрабатывает эту тематику, связанную с неявной функцией. И вот, да, он тоже, в общем, никакой конкретики. Вот. — Не, ну если она не линейная, это, конечно, вопрос-то такой, совсем нетривиальный. По сути, мы именно так. — Да, Михаил Дмитриевич, ну по-любому, да, вот как бы основная проблема, что для того, чтобы начать решить задачку с оборачиванием неявной функции, мы должны найти край, да, ну словно говоря, мы должны найти поверхность. Вот. А если у нас бесконечно мирное пространство и функция у нас бесконечно мирная, где у нас край? Относительно чего мы будем оборачивать? Ну, то есть как бы возникает вот такая вот, не знаю, топологическая что ли проблема? — Уважаемые коллеги, а можно я вмешаюсь? — Да, да. — По мотивам первого вопроса и замечания Михаила Дмитриевича. Я обратил внимание, что иногда встречается сходимость и еще какие-то вещи. Вот, скажем, в самом начале, когда Y0 принадлежит L2, то должна быть сходящаяся последовательность, причем сходящаяся по какой метрике топологии Сергей Анатольевич не говорил. И время от времени сходимость упоминается, но не конкретизируется. И я понимаю, почему. Потому что каждый раз ее нужно конкретизировать так, чтобы решения конечномерные получались и сходились. Что-то в этом духе. Если метрика будет неподходящая, то предельные переходы не будут хороши. А как бы то ни было, предельные переходы, насколько я понимаю, присутствуют обязательно, потому что все вещи мы проверяем на компьютере. А на компьютере обязательно конечномерные размерности. У меня в связи с этим вопрос и предложение вот какого сорта. Что еще чуть не сто лет назад, но 80 уж точно, там в начале эти всякие поперечники Калмогорова, потом индуктивно-проективные методы Иванов-Танана-Васин и те же самые вещи уговорено. Они топологии в этих индуктивных пределах или в проективных направленностях искали такие, чтобы они согласовывались либо на сеточных методах, если проективные, на сеточных метриках, либо на метриках евклидовых, вложенных под пространство. Тогда снимется проблема сверхвысоких осцилляций, о которых говорил Михаил Дмитриевич. Если они паразитные, а если они по существу, то тогда действительно через них не перепрыгнуть. Не посмотреть ли с этой стороны то, что делается в 30-е и 40-е годы? Ну, Леонид Антонович, я очень благодарен вам за вот такое замечание. Я знаю про эти вещи, про то, что этим занимались в 30-е и 40-е годы. Очень много на эту тему работ на немецком. И я, собственно говоря, про это тоже знаю, помню. И, конечно же, мне кажется, что... Это текст критизации топологии и метрик, чтобы исходимость становилась конструктивной. Конструктивной, да. И в итоге мы... Ну, в смысле, что авторы в 30-е годы как раз именно и шли по этому пути. То есть, ну, условно говоря, там применяли определенные как бы алгоритмы, чтобы получать конкретные числа. Да, 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 да. Это все было. И, собственно говоря, вот я пишу литературный обзор уже там достаточно длительное время. сталкиваюсь с работами, ну, по крайней мере, немецких авторов. Вот там 20-е и 30-е годы это очень было популярно. Вот. Статьи на немецком. Ну, в принципе, я как бы вот в них разбираюсь и вижу, что там, да, это люди использовали. Так что, Леонид Антонович, это очень продуктивная идея. Спасибо. И главное, что действительно там, я, ну, правда, я не знаю, до экспериментальных как бы вычислений еще не доходило, но я понимаю, что там действительно от паразитных осцилляций можно улизнуть. Спасибо. Еще кто-то хочет высказаться? Или мы дадим возможность высказаться Левичеву Игоря? Леонид Антонович, а позвольте еще одно маленькое замечание. Можно? Да, да, да. Просто сразу как-то не сообразил. Наверное, можно попробовать избавиться от бесконечной системы таким странным образом. Можно попробовать собрать из них какую-то производящую функцию и перейти от обыкновенного, ну, грубо говоря, Yn, и считать коэффициентами какого-нибудь там ряда, не знаю, Фурье или Степенного. И заметить, что ученики ученики Васильевой довольно много занимались ситуациями, когда у вас не обыкновенные дифференциальные уравнения, а уравнения в частных производных. И вроде бы у них получалось, сколько я понимаю, контрастные структуры и прочее. Вот, такая вот странная мысль. Да, Михаил Дмитриевич, конечно же, Адалавида Борисовна занималась не только как бы вот то, что вы рассказали, в частных производных, она рассматривала и уравнение функционально, ну, со сдвигом, да. Вот я с ней беседовал на эту тему. Да, это, ну, опять же, объять необъятное тяжело, но это направление тоже интересно. И, конечно же, да, мы можем свести уравнение бесконечного порядка к конечному, либо уравнение частных производных, либо уравнение со сдвигом. Это очень продуктивная идея, но там все равно будет присутствовать малый параметр, но, в принципе, он может быть не таким страшным, как вот здесь вот. И, так что, да, спасибо, что вот тоже заметили, я... Мне просто казалось, что на кайф 3 математики, на физфаке, спилили некое количество софта для работы с уравнением частных производных с малым параметром. Угу, да. И я право не возьмусь обозреть, насколько у них в этом плане сейчас большой прогресс, но я бы рекомендовал посмотреть на последние работы. Ну, вот мы... И Федовы, и... Да, да, да. И Ваня. Да, спасибо. Вот, и, соответственно, вот могу сказать, что в ряде наших публикаций с Царевой Галиной, да, там, собственно говоря, мы уходили от уравнения 2, который был вот обыкновенный дифференциальный уравнение, переходили к уравнению в частных производных, и получалось, что надо было решать как бы уравнение в час, уравнение порядка n, да, и плюс к нему как система одно уравнение, которое описывало, собственно говоря, вот цепочку уравнений бесконечного порядка. И это оказалось очень продуктивным, потому что в итоге там уравнение, которое вот типа 2, оно решалось очень легко, опять же, с помощью преобразования Форьи. Так что мы сталкивались с этим. Так что, в принципе, эти методы, как оказалось, они очень продуктивны, да. Ну, если вопросов нет, то давайте, наверное, Игоря сейчас посажу за компьютер. Право выступления Левичеву Игорю. Да, тогда я здесь выключаю и включаю презентацию. Задач теории игр среднего поля с малым параметром. Пожалуйста, Игорь. Так, сейчас я ему даю слово. А я выключаюсь. Так, сейчас, если надо что-то написать. Так, давай садись. Здравствуйте, уважаемые учащики семинара. Хотел бы представить вашему вниманию доклад на тему анализ устойчивости решений задач теории игр среднего поля с малым параметром. Итак, сейчас хотел бы вам рассказать как был план моего доклада. Сначала я вкратце расскажу о теории игр среднего поля. Далее я расскажу про модели динамического ценообразования. В дальнейшем будет рассмотрена ольгополия и схема динамического ценообразования с использованием стратегий исследований и разработок. Также по-другому можно сказать о том, что мы будем использовать методы, которые изучают научно-исследовательские и опытно-конструкторные работы. В конце я покажу численный анализ наших вычислений и расскажу о дальнейших исследованиях и применении данной работы в будущем. на ближайших трех слайдах представлены источники, которые мы использовали для написания данной работы. Далее поговорим про введение и про то, для чего мы рассматриваем данную задачу. Итак, исследования и разработки, а конкретно научно-исследовательские и опытно-конструкторные работы в области телекоммуникаций играют очень важную роль в промышленной политике. Мобильные сети 5G и 6G являются необходимым элементом городской инфраструктуры. Эта технология требует высокой гибкости интеллекта в следующих аспектах. Совместное использование спектра, миллиметровые волны, различные коммуникации, интегрированный интернет вещей и доступ к нему, связь, комплексный интернет вещей, массивный множественный вход и множественный выход. Первоначальное развертывание сетей 5G будет в городских районах и это возможно случайно с точки зрения интернета вещей, поскольку многие новые приложения, связанные с интернетом вещей, будут поддерживать умные города, умные кампусы и умные здания. При этом спрос на пропускную способность для количества приложений умного города является основным драйвером услуг сетей 5G или 6G на основе расширенной мобильной широкополосной связи в целом и приложениями нового поколения 5G или 6G интернета вещей в частности. А если же мы говорим про конкретно наше исследование, то в нем рассматривается многопериодическая модель внедрения технологий для определения динамики цен на услуги в 5G и 6G телекоммуникациях. Безусловно, исследуется динамика рыночного спроса, динамика цен, общественное благо и прибыли компаний, которые внедряют новые телекоммуникационные технологии сетей 5G и 6G. Изучается взаимодействие пользователей телекоммуникационных компаний и стоимость телекоммуникационных услуг для новых технологий. При этом равновесие и его устойчивость рассматриваются при свободном входе и выходе в телекоммуникационную отрасль. То есть у нас нету каких-либо ограничений с точки зрения возможности входа или выхода в нашу отрасль. Итак, что же мы рассматриваем? Пусть сервисы 5G и 6G имеют многопериодный жизненный цикл, где T от 1 до N имеется N от T потенциальных абонентов сервисов сетей 5G или 6G в начале наших периодов T. При этом мы заметим, что привлекательность сервисов 5G и 6G для любого пользователя не зависит от количества других пользователей и каждый пользователь 5G или 6G сервисов заинтересован в инновациях в областях этих сервисов. При этом заметим, что заинтересованность происходит не только со стороны пользователей, заинтересованность в том, чтобы вводить эти инновации, но и со стороны самих компаний. То есть наша работа развивается только в том случае, когда есть заинтересованность и со стороны пользователей и со стороны фирм, которые предлагают непосредственно услуги сетей 5G и 6G. То есть мы пока не рассматриваем какие-то другие ситуации, когда существует отсутствие заинтересованности в введении инноваций. Далее мы введем индивидуальный спрос DT от P от на сервис 5G или 6G и она имеет вид линейной функции, которая зависит от альфа от T, бета от T и от цены. Обратите внимание, что мы рассматриваем коэффициенты альфа от T, альфа в период T и бета в период T, которые являются больше нуля. При этом цена у нас опять же обязана быть больше либо равна нуля. Но опять же это безусловно логичное предположение, что у нас все-таки цены не могут быть отрицательными. При этом в данной ситуации под ценой может подразумеваться например какая-то ежемесячная плата за предоставление услуг. Далее. Пускай рыночный спрос Q большое в период T от P от T на сервисы 5G имеет следующий вид. Обратим внимание, что N большое от T это количество пользователей в период T. При этом количество пользователей умножается на функцию спроса D от P от T и получается следующее уравнение. Обратим внимание, что оно также линейно. Но тут переобозначены другие переменные. То есть у нас введено A в период T которое равно N в период T умноженное на альфа в период T и B в период T равное N в период T умноженное на бета в период T. это положительные коэффициенты. После того, как мы ввели такую функцию, мы имеем право найти обратную функцию рыночного спроса, которая выглядит уже в следующем виде. Pt от Q T равное A в период T минус B в период T умноженное на Q от T. При этом ниже представлено каким образом считаются коэффициенты A в период T и B в период T. Далее. Пользователи сервисов 5G и 6G осведомлены о цене P в период T в начале наших периодов. При этом наши периоды это от 1 до N. Пусть распространение услуг 5G или 6G осуществляется в предположении прогнозирования и эффективных инвестиций в компаниях, которые реализуют новые технологии. Пусть M от T это количество компаний в периоды T, которые представляются от 1 до N. Каждая из этих компаний представляет однородную услугу. При этом именно они являются поставщиками услуг на рынке сетей 5G или 6G. Мы рассматриваем модель олигопольного рынка, в которой небольшая группа крупных телекоммуникационных компаний конкурирует. Обратите внимание, что такая конкуренция является олигополистической. При этом они выбирают количество услуг 5G или 6G и объемы инвестиций в стратегические исследования и разработки. Ну, или в наши научно-исследовательские и опытно-конструкторные работы. Далее. Введем следующие переменные. Пусть С от Т это предельные затраты в условных денежных единицах. При этом с увеличением периода Т наши предельные затраты будут уменьшаться. То есть в предыдущий момент времени затраты будут больше, чем в последующем. При этом у нас существуют какие-то фиксированные затраты в условных денежных единицах, которые нам необходимо потратить на изготовление той или иной единицы продукции. И Р в период Т это затраты на наши инновации. Тогда находя прибыль компании это ТП в периоды настоящей и последующей Ку маленькая Т это продажа компаний в наших периодах. Каким образом находится наши переменные? Ку с индексом Т равно Ку с индексом Т деленное на М с индексом Т. То есть количество произведенной продукции всего на рынке мы делим на количество фирм, количество компаний, которые у нас представлены на рынке и это все в момент Т. В последующий период у нас есть какое-то количество компаний, которое было у нас в момент Т и мы к ним прибавляем количество компаний, которые у нас образуются в следующий момент времени. То есть у нас Ку с индексом Т плюс один минус Ку с индексом Т делится на количество компаний М с индексом Т плюс один. После этого у нас находятся наши функции прибыли компаний. В первом случае у нас фактически говорится о том, сколько денег у нас стоит единица продукции на количество единиц продукции в период Т. Далее ситуация повторяется только в период Т плюс один. И из этой прибыли, которую мы получили, мы вычитаем фиксированные затраты в условных денежных единицах и затраты на инновации. Если же мы переобозначим наши функции, то они дадут нам уравнение ниже. Далее. Каждая компания рассматривает поведение других конкурентов в отношении уровня продаж, независимо от своего собственного уровня продаж. При этом максимизация прибыли осуществляется путем выполнения условий Курно-Неша. Что же такое условие Курно-Неш? Это то условие, которое говорит о том, что фирмы и вообще игроки, которые присутствуют у нас на рынке, поступают рационально и они должны найти точку равновесия, при котором каждая из наших компаний будет получать максимальную прибыль. При этом они следят только за объемом выпуска фирм, с которыми они конкурируют. То есть данная модель она именно сводится к изучению выпуска. То есть идет конкуренция на уровне выпуска в условиях олигополии. Значит мы берем производные по Q маленькое с индексом t. Таким образом мы максимизируем нашу функцию. Переписывая ее немножечко в другом виде мы получаем уравнение 4. Единственное вот здесь безусловно равно 0. Здесь просто в этом месте потеряна цифра 0. Далее. Условия Курну-Неша приводят к системе дифференциальных уравнений Тихоновского типа при условии присутствия малого параметра. В какой момент мы вносим малый параметр? Да вот здесь в уравнении под номером 6. При этом в наших исследованиях малый параметр будет равен 0.01. Но это будет необходимо чисто для наших вычислений. Далее. Используя предыдущее уравнение мы можем найти равновесное решение, то есть сколько нам необходимо производить продукции в период Т и в период Т плюс 1. При этом у нас существуют еще вводятся вот такие коэффициенты. К в период Т это 1 минус М в период Т деленное на М в период Т плюс 1. Что же это такое? Напомню, что М в период Т это количество компаний. Поэтому мы вот здесь просто говорим о том, каким образом у нас меняется доля компаний. То есть если у нас в период Т и в период Т плюс 1 одинаковое количество компаний, то у нас К обнулится. Чего быть в принципе не может, потому что у нас количество компаний с периодом растет, как собственно и количество пользователей. Далее. Помимо того, что мы находим равновесное решение по выпуску, мы находим равновесное решение и по цене представленной продукции в период Т и период Т плюс 1. помимо равновесного объема и равновесной цены мы также можем узнать равновесную прибыль для компаний лидеров и компаний последователей. Каким образом? Это представлено на нашем слайде. То есть мы фактически берем и подставляем в нашу изначальное уравнение по прибыли наши равновесные значения и получаем прибыль лидера и прибыль последователей. При этом равновесная общая прибыль отрасли за период Т может быть получена в следующем виде. Далее. Помимо нахождения тех вещей, которые мы только что получили, мы также можем найти равновесное общественное благо в периоду Т от 1 до N-1. Они представляют собой сумму равновесной общей прибыли отрасли и равновесного общего потребительского излишка. Каким образом мы определяем излишек? Излишек мы определяем по нашей функции. При этом это 0,5. На самом деле равновесный общий потребительский излишек это площадь некоего треугольника, который находится под нашими кривыми и под нашей точкой равновесия. И мы просто берем и находим площадь этого треугольника. Это и будет у нас равновесный общий потребительский излишек. при этом он находится как в период Т, так и в период Т плюс один. Благодаря этому мы можем найти наше общественное благо, то есть то, чем может пользоваться у нас люди находясь на нашем рынке. Теперь поговорим непосредственно про численный анализ. Мы взяли в наших обозначениях четыре периода Т1, Т2, Т3 и Т4 и взяли условно какие-то коэффициенты параметра альфа Т, бета Т, Н большое Т, ЦТ, ФТ и РТ. При этом малый параметр равен одной сотой. Данная таблица собственно представляет какие числа мы брали для того или иного периода. Теперь непосредственно поговорим что же у нас получилось. На первом рисунке показана динамика продаж услуг компаний равновесная Q со звездочкой в наши различные периоды Т1, Т2, Т3 и Т4. Обратим внимание на то, что оптимальная продажа услуг уменьшается в течение каждого периода. Посмотрите, они идут к единице во всех случаях. Если ожидается, что следующие компании выйдут на рынок услуг 5G или 6G в начале следующих периодов, при том, что К наш коэффициент, который равнялся 1 минус количество фирм в период Т, деленное на количество фирм в период Т плюс 1, это К стремится к единице. Далее, на втором рисунке показана оптимальная отраслевая динамика спроса общего рынка, то есть, сколько нам необходимо производить в рынке в общем объеме. Мы видим, что в данном рисунке у нас функции увеличиваются, если ограниченное число компаний выходит на рынке услуг в начале периодов Т2, Т равное 3 и Т равное 4, при том, что К стремится к единице. На третьем рисунке показана оптимальная динамика цен для услуг сетей 5G или 6G в периоды опять же от 1 до 4. Оптимальная динамика цен на услуги демонстрирует снижение тренда. Если К принадлежит от 0 до 0.35 вот посмотрите вот вот в этой точке где К равно 0.35 у нас видно такое снижение если и у нас происходит увеличение если если К от 0.35 до 1 в ситуации когда мы рассматриваем период времени 1 что же мы можем сделать какой вывод мы можем сделать из данного рисунка если на рынке услуг 5G или 6G растет ограниченное число компаний в начале периода в 2 3 или 4 то оптимальная динамика цен демонстрирует тенденцию к снижению таким образом мы можем видеть что цены на услуги ниже если большое количество компаний планируют выйти на этот рынок в начале периода 2 3 или 4 ну вот собственно мы видим как раз то что у нас цены как раз снижаются если это период 2 3 или 4 далее рассмотрим оптимальную прибыль оптимальную общую прибыль компаний в различный период времени значит оптимальная общая прибыль ведущих компаний меньше оптимальной общей прибыли что связано с дополнительными расходами на научно-исследовательскую и опытно-конструкторную работу вот посмотрите видите в период 1 2 у нас общая прибыль лидера меньше чем прибыль последователя в начальный период т равное 1 и т равное 2 но в дальнейшем ситуация меняется и получается что несмотря на то что к ведет к тому что у нас общая прибыль лидера уменьшается на всем промежутке который мы рассматриваем общая прибыль лидера получается больше чем общая прибыль последователя причем это касается как ситуации когда т равно 2 3 так и ситуации когда т равно 3 4 далее рассмотрим ситуацию когда у нас есть общая общая рыночная прибыль а и мы видим что с увеличением к стремлению как единица у нас общая прибыль падает но чем у нас выше период тем по-разному они немножечко начинают себя вести то есть в период 1-2 мы просто видим такую прямую которая к концу начинает падать безусловно но падает не сильно при этом в периоды 2-3-3-4 мы видим заметное падение общей рыночной прибыли в эти периоды времени далее рассмотрим также общественное благо а общественное благо говорит вот о чем что если мы вводим большее количество затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторные работы то социальные излишки точно так же как и общая прибыль отрасли снижаются если большое количество компаний планирует выйти на рынок в начале любых следующих периодов итак таким образом если конкуренция в отрасли возрастает прибыль компаний снижается что заставляет компанию снижать цены на услуги сетей 5G или 6G новых пользователей привлекают цены на услуги 5G и 6G и спрос в отрасли тогда начинает расти а если же мы скажем про выводы каким образом можно применить в дальнейшем нашу работу то мы можем сказать следующее мы можем использовать эти экономические методы про которые мы только что с вами поговорили которые могут быть полезны для анализа инвестиций сетей 5G или 6G интернета вещей больших данных и умных городов внедрение технологий 5G или 6G это достаточно сложная экономическая задача и требует вовлечения всех участников телекоммуникационного рынка правительство многих стран поддерживают концепцию создания единого инфраструктурного оператора для развития сетей однако мы можем говорить о том что в качестве однозначно определенных научно-исследовательских и опытно-конструкторных работ степень технического прогресса в области телекоммуникаций и стоимость производства нового оборудования рынку структуру рынка телекоммуникационной отрасли временный профиль цен на новые услуги и путь их распространения необходимо исследовать далее для чего в разных странах отрасль может вести себя безусловно по-разному поэтому нужно будет учитывать для каждого конкретного региона для каждой конкретной страны свою специфику развития телекоммуникационных отраслей спасибо за внимание я закончил готов выслушать ваши вопросы пожелания или какие-либо замечания спасибо игорь какие у господ присутствующих есть вопросы замечания пожелания можно я попробую конечно Михаил Дмитриевич игорь я пожалуй начну с такого вопроса у вас на каком-то слайде где-то в середине появились появилась табличка и сказано альфа т равно тому-то бета т равно тому-то а епсал вообще равно одной сотой да поскольку рынка 5G устройств насколько я понимаю в настоящий момент не существует в природе то откуда берутся эти параметры мы предположили о том что они могут быть именно вот такими то есть это здесь данные числа представлены в качестве примера то есть каким образом может развиваться рынок если у нас вот такие вводные данные если я правильно понимаю тут извините где-то с десяток параметров играя десятком параметров можно получать очень разные результаты как вы собираетесь практическую пользу извлечь из своих вычислений скажем так насколько я понимаю сейчас мы моделируем ситуацию сейчас мы моделируем ситуацию в которой данные параметры нам то есть данные параметры нам известны безусловно их очень сложно найти в открытом доступе потому что действительно на сегодняшний день рынок 5G не сформирован но по крайней мере у нас точно вот а где-то он сформирован по-моему его вообще нигде нет да да но безусловно опять же мы же можем воспользоваться тем каким образом это развивалось исторически то есть как это все происходило в ситуации развития сетей 3G и 4G взять допустим попробовать какие-то числа которые использовались при расчете развития этих сетей попробовать сюда их предоставить можно я вмешаюсь в дополнительный вопрос Игорь значит ли это что вы предполагаете тенденции 5G 6G будут те же что и тенденции предыдущих поколений да да я думаю что да я думаю что это так да Михаил Дмитриевич продолжайте я хочу высказать тут некоторое сомнение насчет самой постановки что так можно делать потому как насколько я слышал как раз вся проблема в том что с 5G возникли неожиданные затруднения особенно в тех странах где хорошо были реализованы предыдущие технологии и объяснить людям что нужно менять эти хорошо работающие технологии на новые заплатить бешеные деньги за это получилось довольно сложно и получается ну глупые пользователи ну да да впрочем мы все недавно проходили то же самое с телефонными сетями по крайней мере многие с этим познакомились хорошо я понял ответ на вопрос это скорее комментарий дальше был спасибо огромное за комментарий безусловно я учту это в будущих исследованиях и постараюсь все-таки находить данные которые уже существуют на сегодняшний день а не опираться на то что было но пока это сделать безусловно очень сложно но делать надо да идеология вашего подхода подразумевает что вы прогнозируете нечто что уже начало работать а на данном этапе сколько я понимаю это нечто как раз не начало работать будем смотреть как будет это развиваться в дальнейшем да да это возможно что один из сценариев по которому будет развиваться данное развитие данной отрасли вполне возможно что оно будет другим безусловно тут угадать сложно но хочется верить в лучшее в любом случае и еще один вопрос вам много раз его будут задавать я уверен вопрос на разные лады может быть звучит немножко по-разному но смысл следующий вот в вашей работе имеется численный анализ если это матмоделирование то стало быть есть некая математическая модель которую вы численно анализируете не могли бы вы нам показать эту модель чтобы мы увидели что за уравнение вы используете в качестве модели да конечно вот оно уравнение под номером 6 5,6 ну да 5,6 то есть это система двух уравнений в частных производных да а независимых переменных у вас 2 Qt и Qt плюс 1 да да а P зависимость P от T от Q от T она у вас где-то запостулирована да в предыдущих ранее опять же это цена спрос в период T плюс 1 и спрос в период T ну я просто пытаюсь понять значит у вас уравнение в частных производных 2 штуки это не совсем Тихоновская система потому что Qt и Qt плюс 1 то есть это немножко ну немножко другое скажем так а может быть даже немножко другое а что у нас с дополнительными условиями то ли начальными то ли граничными я даже не знаю как здесь правильно их поставить так ну я так понимаю что то есть да это не вот у нас получается численного численного у нас вот так вот это все высчитывается то есть вот введено Qt вот введена прибыль фирм фирм наших и в дальнейшем мы вот сначала используем максимизацию для того чтобы выполнилось условие корну нэша после этого мы начинаем вводить малый параметр вопрос вопрос в другом смотрите у вас 5-6 это математическая модель да решений у системы 5-6 бесконечно много просто потому что это дифференциальное уравнение значит должны быть еще какие-то дополнительные условия если бы это была классическая тихоновская система это были бы начальные условия и были бы погранслои поскольку погранслоев нет естественный вопрос а где же у вас граничные или начальные условия и как-то все ловко получилось что их нету ну те условия которые мы вводим это наши параметры изначально то есть это вот эти вот числа которые используются в данной таблице ну а это все коэффициенты насколько я понимаю ну да ваше уравнение да а у системы двух дифференциальных уравнений бесконечно много решений как же вы выбираете одно Михаил Дмитриевич я предлагаю это в качестве задания на дом да хорошо отлично спасибо огромное так еще раз какие грани граничные начальные условия начальные какие начальные пока Игорь тут вот формирует и просто-напросто Михаил Дмитриевич я извиняюсь я не проследил что не поставлена нормальная задача кашвы да спасибо да 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 хорошо хорошо то есть какие условия начальные условия уравнениях 5-6 как раз вот в уравнениях с малым параметром есть еще какие вопросы замечания а можно короткие вопросы если Игорь перестал писать я могу сформулировать если не перестал да спасибо да значит у меня вопрос такой если я правильно понял время здесь дискретное да то есть T переменная которая принимает счетное какое-то конечное количество значения а вот почему так потому что мы можем посмотреть рынок то есть в какой-то конкретный момент времени в в недискретном случае это достаточно трудоемкая задача и пока пока я не представляю как ее реализовать да да у нас получается что существуют какие-то бумаги которые регулируют нашу отрасль например что-то связано с бухгалтерией или с какими-либо еще другими отчетами поэтому это в любом случае какой-то отчет по нашей отрасли будет создаваться в дискретный момент времени тогда прицеплю еще один дополнительный вопрос сюда а на каких вообще промежутках на очень больших или на очень малых или на каких рассматривается вообще вот эта вот задача ваша ну год год получается то есть один год второй год третий год четвертый год но если первый второй третий четвертый год значит на очень большом промежутке времени да понял хорошо и второй вопрос тоже довольно короткий я вот что-то не очень понял откуда взялся малые параметры что он означает вот откуда он появился и что он означает это получается какая-либо интенсивное взаимодействие между различными фирмами то есть насколько наши фирмы которые представлены в отрасли могут взаимодействовать друг с другом через отслеживание друг друга через задачу курнов ну то есть он автоматически получился вы его не придумали он просто откуда-то получился ну как да да мы собственно собственно придумали что можно в данные дифференциального уравнения внести этот малый параметр мне почему-то представляется что это в каком-то смысле аналог замыкания возможной за кадром стоящей цепочки Сергей Анатольевич это верно нет да значит у нас получается здесь такая идея была что у нас есть компании-лидеры да они всегда ярко видны а вот а есть компании-последователи которые которых очень много и которые создают слишком много шума на рынке и которые просто имитируют технологию и их присутствие на рынке действительно нужно описывать и в итоге их надо описывать мелкими осцилляциями о которых мы сегодня разговаривали в первой половине моего доклада вот так понятно да малый параметр нужен для того чтобы описывать вот эти мелкие колебания на рынке ну вы знаете да экономика она подвержена колебаниям именно введение малого параметра позволяет описать вот такие вот циклические процессы в экономике все передаю слово Игорю да спасибо 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 так есть ли еще какие-либо вопросы или замечания безусловно огромное спасибо за все то что вы сказали я постараюсь более детально разобраться в этих моментах замечательно я понял что все получили определенное впечатление переварит и возможно чего-то добавят или зададут дополнительные вопросы Сергей Анатольевич впоследствии а сегодня можно заканчивать если Сергей Анатольевич не хочет несколько слов сказать в завершение да я хочу сказать всем спасибо что вы остались с нами до конца и дослушали достаточно большой объем экономической информации единственное я хотел заметить Игорь вот это вот как-то не отметил он больше экономист чем математик я же больше математик чем экономист предельная выручка это не в смысле что от выручки берется функция берется предел это просто-напросто она же по-русски называется удельная выручка то есть выручка ну в смысле предельные затраты предельная выручка это выручка на единицу продукции или затраты на единицу продукции все спасибо Спасибо. Большое спасибо всем присутствующим. На этом мы заканчиваем семестровый цикл наших семинаров и, наверное, попрощаемся до будущего года. Всем успешно справиться с переходом из старого года в новый. Особенно обратите внимание на те запросы, которые будете получать от Корольковой Анны Владиславовны. Это какого рода запросы, Леонид Антонович? В конце года. Ну, это будут, конечно, запросы, но это уже будет ближе к учебному процессу. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.